МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Успенский Фёдор Борисович, доктор филологических наук, заместитель директора Института славяноведения РАН. Ведущий научный сотрудник лаборатории медиавистических исследований Высшей школы экономики. Профессор Российского государственного гуманитарного университета. Специалист в области исторической аномастики скандинавской филологии. Лингвист, занимающийся актуальными проблемами истории Древней Руси и средневековой Скандинавии. Мы сегодня будем говорить о именах собственных. Я сразу же хотел бы обратить ваше внимание, что наречение именем, как и наличие языка, это замечательный признак человеческой культуры вообще. То есть мы не знаем ни одного народа, у которого не было бы личных имен и каких-то своих традиций именно речения. Попросту говоря, имена есть у всех, а вот выбираются они в разные эпохи и у разных этносов по совсем разным принципам. И вот эти принципы нам многое могут сказать о каждой конкретной культуре в целом. Поэтому-то мы с вами и будем говорить сегодня не только и не столько, может быть, о самих именах, но о проблемах выбора, выбора имени. Нас сегодня будут интересовать имена средневековых правителей, и притом принадлежащие к очень двум одновременно разным и близким традициям древнерусской и древнескандинавской. Речь пойдет об именах династических, то есть именах, которые правители давали наследникам и членам своей семьи. Почему именно они, они, скажем, имена простых людей занимают нас в первую очередь? Ну, отчасти, сразу же скажу, это объясняется тем, что как раз имена русских князей, скандинавских конунгов лучше всего сохранились в источниках. Иногда про целый временной отрезок мы знаем только, как звали правителя той или иной области или той или иной страны. Порой книжник, составлявший этот источник, считал нужным развернуть перед нами историю как простой и последовательный перечень имен, таким списком, считая, что этот минимальный совершенно необходимый квант информации, который он просто обязан донести из прошлого в будущее, сохранить для потомков. Таким образом, у нас достаточно сведений, чтобы в выборе имен правителя, которые в каждой стране были, кстати, членами, обычно членами одного рода, так вот у нас достаточно сведений, чтобы увидеть в этом систему, а не россыпь случайных обрывочных фактов, а уж затем определить, работает ли эта система у их многочисленных подданных, и чем выбор имени в правящей семье или династии отличался от выбора имени вообще. Ну, в странах, которые поздно приняли крещение, в странах поздней христианизации, таких, например, как Скандинавия или Русь, усвоение христианских имен в первые века после крещения проистекало довольно разным образом. Естественно, вместе с христианством в обиход было привнесено и множество новых имен, имен христианских святых, прежде всего. Церковь прилагала немало усилий для их распространения, но для того, чтобы все новообращенные именовались так, как подобает христианину. Но исконное языческое имя устанавливало связь человека с его родом, с прошлым, с настоящим и с будущим. И христианское же имя поначалу, хотя и поддерживалось, конечно, всем авторитетам церкви, относительно долгое время для людей к церкви, не принадлежащей, оставалось, так сказать, словом без ассоциаций, словом без дополнительных связей и значений. Оно ничего не указывало. Поэтому-то на Руси и в Скандинавии постепенная адаптация или усвоение христианских имен поначалу совсем не обязательно наносило губительный, деструктивный для языческой традиции именование характер. Вот этот вот языческий, традиционный имена слов проявляет поразительную живучесть. А на речении именем, конечно, оказывается одной из самых устойчивых консервативных областей культуры. Получается так, что новообращенным правителям очень нужны и традиционные языческие имена, и имена христианские. Как же быть? На Руси и в Дании, отчасти и в Швеции, для разрешения вот этой вот коллизии очень быстро складывается то, что я бы назвал стратегией двуименности, когда человек оказывается одновременно обладателем традиционного родового имени, не имевшего с христианством ничего общего, и имени христианского, которое давалось ему при крещении. Например, могущественнейший конунг датчан, один из таких символов эпохи викингов, захвативший со временем Англию, звался родовым скандинавским именем Кнут, но при этом обладал еще именем христианским Ламберт. Его отец, датский король Свейнли Лобородой, получил при крещении имя Отто. Сестра же этого кнута звалась традиционным именем Эстрид и христианским Маргарета. Современник Свейна Лобородова, русский князь Владимир, крестившийся сам и крестивший всю страну, уже взрослым получает христианское имя Василий. Его сын, которого все мы сегодня знаем, как Ярослава Мудрого, стал в крещении Георгием. У ближайших же наследников Ярослава и Владимира в свое время появятся такие дополнительные имена, как Андрей, Дмитрий, Николай. Но при этом, конечно, человеку, интересующимся историей Руси, необходимо помнить, что выработанная у нас дома или в Дании практика двуименности была, вообще-то говоря, не единственной возможной. Например, в Норвегии правитель, становясь христианином, вовсе не обязан был брать себе имя какого-то христианского святого. Процесс крещения и процесс имянаречения были, ну, как бы разведены, не связаны между собой, что сегодня нам довольно трудно вообразить. И тем не менее, ни Олаф Святой, ни Сигурд Крестоносец, я просто упоминаю такие знаменитые фигуры норвежского Средневековья, не обладали никакими дополнительными, собственно, христианскими именами. На таких вот радикальных примерах видно, насколько твердо, архаически, исконный имена слов удерживал свои позиции и проявлял жизнеспособность в династическом обиходе. Почему? Прежде всего потому, что имена наследника определяли его место в роду, намечали те властные привилегии, на которые он мог, по замыслу своих родителей, впоследствии рассчитывать. Выбирая имя, князья всякий раз как бы актуализировали заново историю рода, планировали будущие союзы, они редко делали первые шаги к будущим воинам. Поэтому история выбора имени – это в определенном смысле и есть концентрированная, сжатая до предела история династии. Не случайно в домонгольской период на Руси из нескольких имевшихся у правителей имен гораздо более употребительны были так называемые мирские или княжеские имена, ну, такие, например, хорошо вам всем известны, как Владимир, Всеволод, Мстислав, Ярополк, Игорь, Изяслав, Святослав, ну и другие, конечно. Именнослов династии, будь то Рюрикович или их северные соседи, был очень консервативен. Новые имена проникали в него с трудом. Большая же часть имен повторялась в разрастающемся княжеском роду из поколения в поколение, что, конечно, на современного человека производит эффект монотонности некоторой. Но вот сам повтор преемственности имен, вообще довольно характерный для родового мира, в данном случае олицетворяли еще и идею преемственности власти, наследственных прав на землю, на княжение. Мы как-то с вами сегодня, в 21 веке, привыкли думать, что главная функция личного имени заключается в том, чтобы отличить одного человека от другого. Но сегодня, может быть, не особенно было бы важно подчеркнуть другую, прямо обратную, прямо противоположную функцию имени, очень древнюю и очень важную. Кроме способности различать, имя обладает очень мощной силой отождествления, сближения одного человека с другим. Давая ребенку имя, которое носил, например, его прадед, глава семьи, конечно, желал подчеркнуть, что этот новорожденный будет столь же замечательным, как этот прадед. Он наследует черты его характера, его таланты, его могущество и его славу. А стало быть, будет совершенно справедливо, что ему достанутся имущество и властные привилегии старшего тезки. Наследник рода должен был носить имя кого-либо из предков. При этом родовая традиция, это я должен сказать сразу, предвидя некоторые вопросы, проявляла, в общем-то, относительное безразличие и равнодушие к исходной языковой или этнической принадлежности такого имени. Ну, вот к середине XI века на Руси скандинавское по происхождению имя Игорь из древнескандинавского Ингвар и славянское, сугубо славянское имя Святослав были равно пригодны с этой точки зрения для наследника княжеского рода. Ну, просто уже существовали Рюриковича, эти имена носившие. И выбор имени для княжеча осуществлялся, конечно, в соответствии с определенными принципами. Я сразу же скажу, что мы далеко не всегда знаем конкретные причины наречения тем или иным именем, но вот исследование всего имена слова в целом часто позволяет реконструировать, как бы вычислить эти причины. Княжеские родовые имена представляли собой хотя и довольно сложную, но стройно организованную систему. И одним из наиболее актуальных принципов выбора имени, я его сразу же назову, было наречение в честь умершего предка. Если речь шла об именоречении мальчика, то явное предпочтение, конечно, отдавалось именам предков по мужской линии. Ну, приведу простой пример. Самого старшего сына князя Новгородского и Киевского, Мястислава Великого, а мы к этой замечательной фигуре будем не раз сегодня обращаться, самого старшего его сына называют Всеволодом. В честь Всеволода Ярославича, киевского князя и родного прадеда Новорожденного. Возникает вопрос, почему же именно в честь прадеда, а не, скажем, в честь деда? И ответ на этот вопрос крайне прост. К тому времени, когда этот новорожденный, княжич Всеволод, появился на свет, его родной дед был еще жив, а значит, его имя было, так сказать, занято. Второй сын Мястислава Великого получает имя Изяслав в честь собственного родного дяди, который недавно совсем погиб в княжеской усобице молодым человеком. Он был намного моложе своих братьев и появился на свет два или три года спустя, после того, как умер его дед Владимир Мономах, оставив киевское княжение отцу ребенка Мястиславу Великому. То есть княжеская родовая традиция как бы стремилась не оставлять вакантных, незанятых имен, подобно тому, как никогда не пустовали, не оставались пустующими княжеские столы. Как только освобождался какой-то княжеский стол, сразу же на него появлялась очередь претендентов, которые его занимали. Точно так же происходит и с именами. Как только в роду, в родовой некое обойме освобождается имя, оно тут же кому-то переходит. Вообще процесс именоречения был, конечно, теснейшим образом связан со стратегией власти. Выбор вот такого предка, прототипа, в честь которого нарекался новорожденный, зависел от его места в княжеской иерархии или от того места в иерархии, которое прочили ребенку, его старшие родичи. Не случайно старший сын Мстислава Великого получил имя прадеда, наиболее почитаемого из умерших предков, а вот следующим по порядку наследникам могли доставаться имена непрямых предков Рюриковича, на чьи княжеские столы они, в принципе, могли претендовать впоследствии. Имя для ребенка выбирал, как правило, отец или дед, то есть старший из живущих предков по мужской линии. При этом, как я уже сказал, имя непременно давалось в честь предка умершего. Я это буду несколько раз настойчиво подчеркивать, именно потому, что это мне крайне важно. По крайней мере, существовал довольно строгий запрет на наречение мирским именем, то есть не христианским именем, мирским именем живого отца или живого деда. Вот нельзя было назвать в честь своего отца, если твой отец еще жив. Таким образом, создавалась прочная цепь преемственности, в которой у всех членов рода, живых и умерших, была как бы своя роль, свое амплуа. Иногда ребенок по тем иным причинам, и это всегда интересно, по каким, мог получить имя из рода матери. Однако, если речь шла о мальчике, то с наибольшей вероятностью это было бы еще одно дополнительное родовое имя. Ну вот, все тот же самый князь Мистислав Великий, почему-то в европейских источниках, таких как исландские саги, например, или хроники какие-то, написанные на латыни, он там фигурирует вовсе не как князь Мистислав, а почему-то он там называется Харальдом. Дело в том, что он был не только сыном Владимира Мономаха и правнуком Ярослава Мудрого. По роду матери он принадлежал к не менее знатному роду, к роду англосаксонских королей. Более того, вот знаменитый Харальд Годвинсон, погибший в 1066 году в битве при Гастингсе, последний английский правитель, проигравший Англию норманом, был просто-таки родным дедом князя Мистислава, но по мастеринской линии. Ведь дочь короля Харальда, Харальда Годвинсона, гида, став изгнанец и после смерти отца, была, как известно, выдана замуж на Русь за Владимира Мономаха. Кроме того, Мистислав, и это тоже довольно доподлинно известно, был женат на шведской принцессе. Для нее-то, конечно, вот это скандинавское по происхождению имя Харальд было привычным и родным. Однако и само это имя, и западная культурная ориентация никак не эксплицируются, не видны в русских источниках. Дополнительного имени Харальд мы здесь попросту не находим. На Руси этот старший сын Владимира Мономаха известен исключительно как Мистислав, или в особых ситуациях как Федор, то есть под своим крестильным именем. Иными словами, и вы видите, что у него уже как бы складывают три имени, может быть было больше, но нам известно уже три. Федор, Мистислав и Харальд. Иными словами, основное имя княжича приходило из рода отца, тогда как имя из материнского рода всегда оставалось чуть-чуть второстепенным. Он им пользовался в специальных ситуациях, например, оказавшись, видимо, за границей. Причем дело обстояло именно так не только при связях с западным миром, но и при связях русских князей с миром Кочевого Востока. Ну вот знаменитый Юрий Долгорукий был женат на половецкой княжне, а его сын Андрей Боголюбский, который был таким образом наполовину половцем, по некоторым данным, впрочем, не всегда точным, носил дополнительное имя Китай, то есть имя, взятое из половецкого рода матери. Вот эта важность принципа наречения в честь умершего предка для огромной семьи Рюриковича, конечно, очень трудно переоценить. В самом деле этот принцип был крайне важен для родового мира вообще. Но вот в княжеской семье он приобретал совершенно особое значение. Совпадение имени молодого правителя с именем его умершего предка, уже княжевшего на этой земле, означало, прежде всего, легитимность его права на власть. Вот быть живым подобием деда или прадеда означало быть законным преемником, наследником его княжеских полномочий. Такое вот отношение к структуре княжеской власти, надо вам сказать, надолго переживает прямую, такую буквальную веру в реинкарнацию и является одной из самых существенных основ для выбора имени в правящей династии. При этом прямое совпадение имени потомка с именем умершего предка не было, конечно, единственным механизмом установления родовой преемственности. При наречении Рюриковича довольно активно использовались и другие средства, например, так называемый принцип варьирования родового имени. Этот принцип, сразу скажу, довольно хорошо описан на материале германских двусоставных имен, связанных из двух слов. Заключается он в следующем. Имена детей повторяют, воспроизводят отдельные элементы или основы имен родителей. Просто приведу пример, и вам сразу станет ясно, о чем идет речь. Известно, что готский король Теодемир называет своих сыновей именами Теодерих, Теодемунт, а дочь получает имя Амальфреда. В свою очередь, его сын Теодерих называет своих дочерей Теодегота, Астрогота и Амаласунта. А вот та сестра Амальфреда дает своим детям имена Амалаберга и Теодехат. То есть вы видите, что все время какие-то элементы как бы перетекают от предка к потомку. Наконец, вот последний Теодехат подбирает для своих сыновей имена Теодегизль и Теоденантис. Надо сказать, что германский эпос или, скажем, старшие рунические надписи сохраняют немало свидетельств о таких варьируемых родовых именах. Но вот отца Сигурда, дракона Бойца, это тот самый Зигфред из оперы Вагнера, которого вы хорошо знаете, так вот отца Сигурда, дракона Бойца из Старшеда, как известно из Старшеда или песни о небелунгах, звали Сигмунд. Германцы при выборе имени, конечно, ориентировались на язык поэзии. Для них поэтический язык был, так сказать, языком богов, языком выстроенным и оформленным. И личное имя, связывающее человека с его земным и небесным прародителями, обозначающего место в мироздании, тоже принадлежало, ну, к некоему сакральному языку. Я просто упомяну хотя бы о том, что у германцев существовали целые длинные стихотворения, целиком построенные на перечислении имен. А поэтический язык, в свою очередь, формировал, конечно, у людей представление о том, как выбирать имя. В результате простой перечень, вот просто простой перечень имен предков и потомков превращается в поэтическое высказывание. И такой вот сплав поэтического и исторического мы можем наблюдать, например, в надписях, выполненных старшими рунами. Они были, они, тут нет сомнений в том, что эти надписи были выполнены именно в ту эпоху, к которой они относятся, в отличие от многих других письменных текстов. Например, надписи на камне из Истабю, поставленном одним из родичей умершего, мы находим следующую аллитерационную или аллитерирующую, лучше сказать, формулу. Хаду Вульф, сын Херу Вульфа написал эти руны по Харе Вульфу. Ну, вот нам не так много понятно, тем не менее той аудитории, для которой эта надпись предназначалась, было понятно гораздо больше, хотя бы вот просто из этих трех имен. Я обращу ваше внимание, что вот такая созвучность имен детей с именем отца, для народов, у которых, как у скандинавов и как у русских, есть отчество, явление довольно универсальное. Пока сохраняется отчество, то поддерживается некое стремление к гармонии его с именем. Конечно, эта гармония может пониматься очень по-разному, но ведь и сейчас в России родители, выбирая имя для ребенка, заботятся о том, чтобы оно, так сказать, подходило к отчеству, вместе с отчеством звучало гармонично. И вот, возвращаясь к интересующему нас принципу варьирования родового имени, я отмечу, что он был характерен не только для древних германцев, но и для русских, по крайней мере, для русских князей. Учитывая их скандинавское происхождение, а также вообще всю длительную традицию контактов германского и славянского имена словов, можно, наверное, предположить, что у Рюриковича принцип варьирования родового имени попросту является заимствованием. Иными словами, на Руси довольно рано появляются носители германских имен, у которых имя сына или дочери повторяет одну из основ имени отца. Например, князь, правивший в Полоцке в X веке, носил имя Рогвалад, которое очень надежно и прочно этимологизируется, как скандинавская Рагнвальдер. Его дочь звали Рагнеда, то есть скандинавским именем Рагнхейдер. Эта Рагнеда стала женой Владимира Святого и прародительницей главной ветви Рюриковичей. Очень показательно, какие именно имена носят сыновья Рагнеда и Владимира Святославича. Большая часть этих имен варьирует имя деда, то есть содержит одну из основ имени Святослав. Их зовут, соответственно, Местислав, Изислав, Вышеслав, Ярослав. У одного из сыновей имя повторяет, однако, одну из основ из отцовского имени. Его зовут Всеволод Владимирович. И вот эта основа Волод переходит от отца к сыну. Но наиболее может быть интересно еще одно имя одного сына крестителя Руси, Святополков, которым воспроизводится не только первая основа имени Деда, то есть Свято, но и основа, входившая в имя старшего брата Владимира, Ярополка. Я напомню, о ком идет речь. Речь идет о так называемом Святополке Окаянном, сопернике Ярослава Мудрого и предполагаемом убийце святых Бориса и Глеба. Хорошо известно предание его появления на свет. Мать Святополка была женой Ярополка Святославича. И Владимир, младший брат Ярополка, как сказано в источнике, «залеже жену-братню Крекиню и бей не праздно», то есть была беременна, «от нея же роди Святополка». Соответственно, в летописи утверждается, что Владимир терпеть не мог Святополка, «бе бо от двою отцу» от Ярополка и от Владимира. То есть Владимир был не уверен в своем отцовстве. И летопись отмечает эту внутри семейную деталь. Тем не менее, видимо, он со временем, даже если он считал, что Святополк происходит от его брата Ярополка, он все равно усыновил Святополка. Показательно, что Святополк был единственным из детей Владимира Святого, кто получил вот это вот имя, содержащий элемент полк. То есть со всей очевидностью как бы рифмующийся или воспроизводящий одну из основ из имени Ярополк. Я не хочу сказать, как в суде, что это может быть твердым доказательством того, что... доказательством отцовства Ярополка Святославича. Вовсе нет. Но, на мой взгляд, вот это вот именно речение придает большую достоверность преданию о появлении на свет Святополка Акаянного. Имя Новорожденного не воспроизводит буквально имя одного из возможных отцов, но при этом оно явно, так сказать, имплицитно актуализирует связь с ним. Тут нужно учитывать, что наречение в честь дяди по отцу, а Ярополк приходил со Святополку дяди, если он сын Владимира, так вот наречение в честь дяди по отцу было делом вообще вполне обычным. Подобное же вот комбинирование с использованием одной из основ имени старшего родича может, мне кажется, отражать те сомнения Владимира, о которых рассказывает летопись и другие источники. Вместе с тем, ну, сразу же скажу, что первое из основ имени Святополка Акаянного демонстрирует, что уж как-то во всяком случае он был внуком Святослава Игоревича. И тут никаких сомнений нет и быть не может. Итак, я надеюсь, вы уже помните, что в традиции существовал довольно жесткий запрет на наречение именем живого прямого предка – отца, деда или прадеда. Действительно, прямое и полное воспроизведение имени предка исходно было связано с верой в реинкарнацию, с верой в то, что в новорожденном ну, как бы вновь оживает дух умершего родича. Когда будущий наследник появляется на свет, а его отец или дед еще живы, то довольно трудно себе представить дело так, что их дух переселяется в новорожденную. Я намеренно немножко огрубляю ход мысли, но именно поэтому существовал запрет на наречение в честь живых родичей. Тем не менее, конечно, родственники всегда стремились предусмотреть ситуацию, когда ребенок после смерти своего отца, когда он уже вырастет, станет главой рода, получит родовое имущество и власть. И вот тогда-то именно станет особенно важно, что он с рождения является членом рода, прямым преемником и продолжением своего отца. Когда родовое имя варьировалось, воспроизводилось только частично, ну, как, например, Всеволод Владимирович, то с одной стороны соблюдался запрет на прямой повтор имени живущего отца, а с другой стороны поддерживалась преемственность родовых прав. Никто не мог ошибиться в том, от какого отца происходит этот наследник. Итак, вот мы с вами назвали уже два весьма важных принципа выбора имени, принцип буквального повтора имени умершего предка и принцип варьирования родового имени. Я сразу скажу, что для оба этих базовых принципа были общими для династии Руси и Скандинавии. Причем любопытно, что Рюриковичи, русские князья, последовательнее, чем их северо-западные соседи, выдерживали вот этот вот самый запрет на имена живых предков. Во второй половине XII века, когда в Дании, например, уже появляется какой-нибудь Эрик Эриксон или Вальдемар Вальдемарсон, русские князья никаких Изиславов Изиславичей или Владимиров Владимировичей не знают. Был один Мистислав Мистиславич, но он, по всей видимости, был посмертным ребенком. То есть он появился на свет после внезапной кончины своего отца. И в этой ситуации это было естественно назвать его родовым именем только что скончавшегося родича. Но как бы ни были важны для северных династий два вот этих вот сформулированных нами принципа, дело ими, конечно, не ограничивалось. У каждого правящего рода существовали еще свои дополнительные механизмы настройки системы, связанные с конкретными обстоятельствами, конкретным династическим обиходом. Ну, в Скандинавии с принятием христианства никуда не делся обычай, когда правитель, помимо законной жены, имел наложниц и заводил с ними детей. Зачастую это могли быть знатные женщины, и такой союз мог быть вполне престижным. Он отнюдь не скрывался, и при этом у Конунга могли быть и случайные, или тайные связи, от которых тоже появлялись дети. Если Конунгу посчастливилось иметь сыновей в законном браке, то все было относительно гладко. Хотя даже и тогда, надо вам сказать, что признанный сын от наложницы обладал известными правами на власть. А вот если законных наследников мужского пола у Конунгов не было, то это, после смерти его наследия, сразу становилось предметом ожесточеннейшего раздора между многочисленными бастардами, потому что все они имели одинаковые права претендовать на этот престол. Как это отражалось в именоречении? Норвежская история одиннадцатого-двенадцатых веков отличается редким, я бы сказал, каким-то исключительным изобилием незаконно рожденных сыновей Конунга на престоле. Существенно, однако, что в эту эпоху одним из средств выделения незаконного сына, которого отец признает и хочет наделить властными полномочиями как бы заранее, становится христианское имя Магнус. Попросту говоря, все привыкли, что если правитель при жизни дает это имя кому-то из своих внебрачных сыновей, это почти автоматически означает, что он видит его в качестве одного из своих будущих наследников. Замечательно, что это средство очень быстро освоили многочисленные самозванцы. В ситуации, когда Конунг умирает, не оставив законного наследника, вдруг появляются на политической сцене персонажи, о которых до сих пор никто и слыхом не слыхивал. И вот они объявляют себя побочными сыновьями Конунга, а поди проверь, вступают в борьбу за престол, берут себе имя Магнус. И некоторые из таких претендентов, конечно, гибнут в междоусобицах, но кому-то из новоявленных Магнусов удается завладеть норвежской короной. Наиболее знаменитый из них был знаменитый, действительно, могущественный король Свейлер Магнус, именовавшийся внебрачным сыном Конунга Рта, Сигурда Рта. Успех таких предприятий, разумеется, с каждым разом все больше укреплял такой вот довольно специфический статус имени Магнус норвежской династии. У русских князей вполне водились наложницы, случались внебрачные дети. Однако, ни в какую особую подсистему выбор имени для них так и не сложился. Иногда такого вот княжеского бастарда, не слишком расположенные к нему современники, могли наделять особого типа отчеством. Отчеством, образованным не от имени отца, а от имени матери. Ну вот, у могущественного князя Ярослава Осмомысла и его наложницы Настасья был сын, который носил традиционное княжеское имя Олег, очень красивое и знаменитое, но именовался он при этом Олег Настасьевич, а вовсе не Олег Ярославич, как полагалось бы, так сказать, законному сыну князя. Вообще, вот в чем Рюриковичи волею судеб не испытывали дефицита, так это в наследниках мужского пола. Род разрастался и дробился в каждом следующем поколении. Именно поэтому систему именоречения у русских князей невозможно описать, исходя исключительно из вертикальных связей, из связей между направленных от предка к потомку. Если отец, определявший династические перспективы ребенка и располагал к тому моменту максимальной полнотой власти, он в той или иной степени все-таки был вынужден считаться существованием властных претензий всех вот сейчас ныне живущих родичей княжеского происхождения. И вот, может быть, самыми существенными при этом и оказывались претензии его братьев, то есть дядьев, нарекаемого наследника. Я бы сказал, что противостояние между дядьями и племянниками, младшими сыновьями и старшими внуками составляет вообще львиную долю династических конфликтов европейского средневековья. И Рюриковичи здесь не исключение. Разумеется, в подобного рода конфликты нередко бывали вовлечены более отдаленные родственники. Особенно это часто происходило в обширном роду Рюриковичи, где правнуки и проправнуки одного и князя то и дело делят как бы такое вот общее они пытаются разорвать между собой наследство общего предка. Княжеские права одновременно разобщают род, то есть служат поводом для постоянной внутриродовой борьбы, которая как моторчик жужжит и все время в действии. Но в то же время княжеские права и объединяют род. Именно притязания на власть формируют длительную генеалогическую память, они актуализируют довольно отдаленное кровное родство и вторичным образом делают братьями всех многочисленных князей, которые, ну, так сказать, вне династической практики родовой были бы, по-видимому, куда более изолированы друг от друга. При этом вот эта династическая пара дядя-племянник, которую мы выделили, представляет собой может быть наиболее наглядную модель столкновения разных подходов к проблеме престола-наследия, разных принципов структурирования династии. Акт именно речения сына, и вы, наверное, в этом уже убедились, это выражение личной воли правителя, своеобразное, ну, можно сказать, высказывание князя, обращенное к современникам и потомкам. Именно такие высказывания, наряду с княжескими завещаниями и другими правовыми текстами, являются, в существе, тем материалом, на основании которого мы можем судить о взглядах на преемственность власти. Наречение новорожденного княжеча именем живого дядя со стороны отца подразумевает наиболее непосредственную реакцию на текущую политическую ситуацию. Я напомню еще раз о существовании родовой традиции довольно жесткого запрета на именование в честь живого предка по прямой линии, в первую очередь в честь отца или деда. При этом вот запрета на совпадение имен у родича отдаленных в династии у Рюриковича не было. И дядя в этом отношении представлял фигуру довольно двойственную с точки зрения именно допустимости использования его имени. В самом деле с одной стороны он был ближайшим кровным родственником по мужской линии после отца и деда. И поэтому коль скоро он был жив вроде бы использование его имени нежелательно. В то же время строгого запрета на использование судя по всему не было. И по отношению к детям брата дядя занимал это двойственное положение еще вот почему. Действительно именно дядя в случае смерти брата был потенциальным покровителем и защитником осиротевших племянников. При этом на протяжении всей известной нам домонгольской истории Рюриковича дядя по отцу часто оказывались конечно естественными врагами и конкурентами подрастающих сыновей своих братьев. Вот я сказал бы так что все возможные случаи совпадения имени живого дяди и племянника по сути дела сводятся к двум схемам. Племянник получает имя в честь живого дяди или оба они оказываются названы в честь общего одного и того же умершего предка. Вот первая схема когда племянник назван в честь дяди устанавливает скорее особую связь дружбы и покровительства между старшим и младшим родичем. При реализации же второй схемы когда дядя и племянник названы в честь одного и того же общего предка скорее речь может идти о конкуренции своего рода вытеснении выталкивания дяди из цепеприемственности наследников власти. Любопытно что если старший из мальчиков главный наследник отца оказывался тезкой своего живого дяди это в общем-то означало что дядю стремятся по возможности оттеснить на периферию рода. Но вот если же в честь дяди назывался кто-то из младших княжичей это с большой вероятностью означало желание укрепить союзнические отношения между братьями а позднее как бы заранее спрогнозировать союзнические отношения между племянником и дядей передать младших родичей на руки старшему. Нередко и это мы знаем из летописи между братьями князьями заключался особого рода договор согласно которому тот из братьев кто переживет другого принимает под свое покровительство или в терминологии того времени берет себе в сыновья племянника такой договор относительно сыновей существовал например между Мистиславом Великим и его братом Ярополком Владимировичем которому Мистислав завещал Киев после своей смерти такой же договор был между Юрием Долгоруким и его рано умершим братом Андреем Добром характерно что один из младших сыновей Мистислава назван Ярополком то есть в честь дяди будущего покровителя а у Юрия Долгорукого в свою очередь третий сын получает имя Андрей тоже в честь дяди с которым заключен договор это тот самый Андрей Китай Юрьевич который впоследствии прославится как Андрей Боголюбский с другой стороны мы знаем немало случаев пожизненно ожесточенной конкуренции между тезками племянником и дядей такой конкуренции заложены уже при именоречении младшего из них таких примеров очень много в Черниговской ветви Рюриковича где такая грызня или соперничество за родовое наследие было особенно жестким и соответственно была очень велика теснота антропонимического ряда борьба за имена великих предков прежде всего такие имена как Святослав и Олег в результате такая целая толпа Святославов Ольговичей и Олегов Святославичей действующих одновременно на исторической сцене 12 века производит огромное впечатление даже при поверхностном взгляде на историю черниговских князей и разобраться отличить одного Святослава Ольговича от другого бывает довольно поверьте трудно или Олега Святославича от другого Олега Святославича вообще поражающая современного человека обилие тезок в разросшемся к 12 веку роду Рюриковичей судя по всему нисколько самих князей не смущало повтор имен умерших предков варьировании созвучии имен родичей наречение в честь старшего покровителя служило прежде всего для обеспечения легитимности власти и ее преемственности то есть выбор имени был всегда попыткой определить задать династическую судьбу ребенка именно речения вот наследника или сына князя таким образом было своеобразной ну как я уже сказал репликой правителя обращенной в будущее и вот каждая такая реплика строилась в соответствии с законом этого своеобразного языка имен на этом наверное я пока окончу свой рассказ о именах исконных языческих которые которыми очень активно пользовались прежде всего русские князья и конунги Норвегии и в дальнейшем мы перейдем к разговору о христианских именах русских князей которые как вы уже заметили из моего повествования часто соседствовали с именами языческими здравствуйте меня зовут Кузнецов Виталий скажите пожалуйста а были ли все таки различия в именах между знатью и простолюдиными и если простолюдины нарушали и называли людей нарекали именами знатью было ли за это какие-то наказания вообще граница была практически непреодолимой у нас есть между именами простых людей даже высокорожденных но не князей и собственно русские именами русских князей практически эта граница не пересекалась и не нарушалась у нас есть несколько исключительных случаев когда мы находим например каких-то бояр которого зовут княжеским именем например именем Рогвалад таких случаев вот на всю домонгольскую историю Руси два или три и это очень мало конечно при том обилии русских князей русских бояр которые мы знаем тем менее вот такие редкие исключения бывали и им нет прямого объяснения возможно вот в частности если говорить именно об имени Рогвалад это было не очень типичное княжеское имя это было имя характерное для очень конкретной ветви русских князей полоцкой ветви вот той самой от которой где впервые встречается случай варьирования родового имени где Рогвалад называет свою дочь Рогнедой может быть поскольку это было не общее княжеское имя а имя специфическое только для одной ветви то как бы было решено что его можно использовать во вне княжеской среде но это я отчасти фантазирую никаких оснований утверждать этого у нас нет были ли за это наказания нет мы ничего про это не знаем вообще должен вам сказать что масса вещей о которых вот я сейчас говорил и и то что осталось за скобками они вообще нигде не прописаны мы их можем наблюдать мы их можем проследить рассматривая династию Рюриковича во всей своей целостности и совокупности но нет нигде памятника 12 века где было сказано запрещено нарекать именем князя нет и все тем не менее статистика такая пусть и очень примитивная показывает что явно имена князей были под запретом точно так же как статистика показывает что под запретом были имена живых родичей ну вот нету никакого Изяслава Изяславича или Владимира Владимировича вот хоть так сказать обыщись а нету и все немножко иначе обстояло дело в скандинавских династиях где вот эта вот граница жесткая между именем Конунга и именем его подданного в общем не существовало конечно в каждой династии была была тенденция было стремление сбить эти имена ну в какой-то такой вот сток и сделать их только своими но тем не менее какое-нибудь имя Харальд мог носить не обязательно только Конунг мы встречаем и вполне простых-то в кавычках людей которые тоже носят имя Харальд например правда это особенно например видно когда начала заселяться Исландия как вы знаете может быть Исландия была заселена норвежцами которые бежали из Норвегии от слишком жесткой политики короля Норвегии Харальда Прекрасного Лосова и мы вдруг вот видим когда Исландия становится обитаемой страной у нее начинают жить люди у них появляются дети население разрастается оно так и не разрослось до космических масштабов Исландия всегда была очень малочисленной страной даже и сейчас так вот мы вдруг видим что они очень охотно используют имена норвежских конунгов вот династические имена явно там существовало что-то вроде моды на имена властных элит из Норвегии АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...